Девушки отдыхают Учитывая, что Донбасс от до войны был депрессивным забитым регионом по сравнению с остальной Украиной, то теперь это просто нечто, какое-то гетто. А событие 2014 года вскрыло много всяких других проблем. Люди поделились за Украину и против, за Россию. Давай. Переворачиваем слипшуюся страничку. Многие знакомые и родственники на этой почве рассорились. Мы не исключение. Трудно объяснить что-то человеку, считающего, что он кормит всю Украину и нахлебников из Евросоюза. Я не знаю, как даже передать их возмущение тем, что западные Украины едут на работу в Польшу, а не донбассские шафты. Они, значит, работают на себя, а Донбасс с всех портят. Особенно драматически был момент, когда город наводнили люди непонятного типа. Словно из фильма «Холодное лето» 1953 года. Какие-то толпы, подбивших трикоз, повязанными кофтами на поясе. Они потом захватили отдел милиции. Но как захватили, винты просто разошлись по домам. Я там была с друзьями. Мы-то думали, как-то это предотвратим, а их в 10 раз больше. Нам стало недоносимо здесь жить. Это не жизнь и проживание. И ладно уже мы, а что будут делать дети здесь? Вот только недавно сообщение транспортное восстановили. Хотя рельсы есть. Мы поездов не пускали. Выехать можно было. Черт и чем, и черт и как. Два года, как хочу уехать отсюда. Уехать куда угодно, в любую нормальную страну. Я не против Европы, но Америка мне видится более либеральной в плане миграции. Я уже засобирался, но в них, ну, суть вопроса был остужен. Как уехать и легализоваться? Меня не пугает, кем я буду работать на новом месте. Я много чем занимался в сфере IT. И предпринимателем был, и другие работы. Чистят же в конце концов ноутбуки в Америке. Но, а если что, кондиционеры буду чистить. Извините, если загрузил вас большим объемом текста, но я подумал, надо разъяснить, чтобы вопрос не выглядел тупо. Как уехать в США, не слезая с дивана? Я не буду спрашивать, как уехать. Об этом было сказано много. Но недавно я у вас услышала, что ни в коем случае не надо делать. А на других каналах говорили, что так можно делать, и даже иногда лучше так. Сесть на транзитный рейс и сдаться в борту американскую. Когда бои у нас были более динамичные, и города захватывались, то мы думали, куда будем убегать в случае прихода ополченцев. Это мой такой первый вопрос. Второй вопрос касательно политики. У вас на канале звучит, подай на политику так просто, как помыть руки. Или как выкурить сигарету, или заварить чай. У нас на Украине, насколько я знаю, сейчас ни по религии, ни по ориентации не притесняют. Боевые действия тоже вроде как по политику не подходят. Скажу сразу, я не бегу от мобилизации, но меня не призывают, так как я не служил. Я сам думал пойти, но скорее я там буду обузой, а не помощью. Как так можно легко подать на политику, чтобы остаться? Это два вопроса. Значит, первый был какой? Ну куда текать в случае чего? Нет, нет. Первый вопрос был про то, чтобы сдаться в транзитном рейсе. Ну да, да. Сдаться в аэропорту на транзитном рейсе. Дело в том, что тут есть одна неприятная заковыка. Неприятная заковыка состоит в том, что если вы сдаетесь в каком-то таком транзитном месте, то вы не попадаете в страну, где потом адвокат подает ваш кейс и так далее. А вы имеете дело прямо вот с пограничниками там на месте. И пограничники на месте, если мы про американских говорим, значит, они вас оприходуют в иммиграционную тюрьму, в которой вы будете находиться там с полгодика, если не больше. Больше того, детей ваших в это время куда-то заберут. Да, у вас же двое деток еще. Значит, поэтому я бы на вашем месте этого не делал. То, что на других форумах советуют, это говорит о том, что вы, как бы, сказать, должны фильтровать базарда. Поэтому мало ли кто чего скажет. Люди, которые на форумах советуют, они, как правило, сами где-то прочитали и пошли другим тут же советовать. 95% того, что там прочитаете, это абсолютно ахинея. И, ну, жизнь такая, значит, вот, надо с грамотными людьми разговаривать. Так вот, что я хочу сказать, что для того, чтобы нормально подать на политику, надо въехать в страну по какой-то нормальной визе. Оказаться уже в стране. Не в аэропорту или там не в порту морском, где у вас пограничники стоят. А вот уже оказаться в стране. Если вы, конечно, поехали там, я не знаю, какой-то у вас круиз. И вы приехали в, там, в Соединенные Штаты. Допустим, вы прилетели, не знаю, в Майами. Я не знаю, есть ли прямые рейсы в Майами. Мы обычно в Орландо сами летаем, если что. Ну, допустим, вы прилетели в Орландо или в Майами. Куда-то вы прилетели. И вам дальше надо отправиться в порт. То есть вы уже находитесь в стране. Вы прошли мимо пограничников. Вот у вас есть документы на какой-то там рейс. И вот вы идете садиться на, там, круизный лайнер. Тогда, конечно, вы просто не доходите до круизного лайнера. Вы, там, уже должны были бы, по идее, заранее договориться с адвокатом. Ну, и, в общем, и все вопросы решать. Вот. В таком варианте нормально. В таком варианте нормально. Но если вы не пересечете пограничников и не окажетесь в самой стране, то вы окажетесь в иммиграционной тюрьме. Если вы будете тут же сдаваться вот этим пограничникам, вот тут вам и хана. По большому счету. Да, мало того. Вы должны будете через полгода все равно доказать, что вы подпадаете под политическое убежище. А что значит, вы там сдались, там, или там что-то. Вы же не просто сдались, вы обратились за политическим убежищем. Вот вы сейчас говорите, а у нас вот там за это не трогают, за то не трогают, за это не трогают. Значит, как же тогда я получу политическое убежище? Ну, спросите себя, как же я получу политическое убежище, сдавшись там пограничникам в транзитном порту, значит, если у меня ничего такого не числится за мной. значит теперь второй вопрос мы едем по городу сан-франциско если у кого-то вопрос возникает мы едем по городу сан-франциско въезжаем в город второй вопрос ну просто мы когда рассказываем мы особо не лезем там в суть вопроса то есть люди говорят я там приехал получил политику или как часто не говорят там какие-то есть фразы такие на эту тему не помню в общем до легализовался там как-то так вы не должны напрягать свой мозг вопросами которые требуют квалификации профессионально понимаете то есть безусловно есть ситуации когда все просто и понятно то есть вас преследуют вас травят вас выгнали с работы вам угрожают там вас убить там у вас все стены исписаны я не знаю там что мол завтра тебя пришьем там вы боитесь ребенка в школу отпускать и так далее есть такие ситуации тоже но если у вас этого нет это не значит что у вас нет кейс хорош значит для того чтобы понять если у вас хороший кейс вы должны поговорить со специалистом специалист задает вам вопросы на основе этих вопросов он вам говорит ваших ответов до вопроса ответа такой диагностика такая происходит он вам это теперь вот я бы так видел это вот так говорит вам специалист вот поэтому так мое видение такое но существенно визу получить въездную в сша потому что если вы въездную визу не получите ну то тогда сложно даже если она транзитная но тоже вы должны знать что если транзит на но все-таки вы можете выйти в город как-то понимаете вот это существенно выйти за за пограничников туда дальше может вам в отель нужно проехать там ну ну как то вот пожалуйста да значит можете так сообразить но вам надо разговаривать со специалистом когда вы разговариваете когда вы слышите у нас на канале что вот вроде там пошел как там какой там фраза как два пальца значит там облизал получил там политическое убежище это правда так то есть не в том смысле что любому козлу который пришел и скажет мере там да или там бег как как он там говорят козлы я уже не знаю вот его раз и политическое убежище но имеется виду что если человек элементарно адекватен и готов разбираться в проблеме и мотивирован то всех всех кто хотел все получили так так бы я сформулировал и у нас есть очень много людей которые профессионально об этом рассказывать не людей на видео и людей немного но видео есть скажем со светланы каф с андреем романенко у нас есть плейлист по политическому убежищу куда я специально там свел вместе но я не помню там 12 11 12 видео но у нас есть еще очень очень много других которые я не стал туда вносить в этот плейлист потому что мы просто отвечаем там на самые разные вопросы вот светлана каф сделайте поиск на светланы каф и вы увидите много ее видео посмотрите даже если там какие то есть вопросы которые вас не очень интересуют смотрите себе промотайте в крайнем случае но там много 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 по политическому убежище вот поэтому я бы на вашем месте вот не заморачивался сказал бы себе есть там специалисты они берут деньги какие-то за это но но она того стоит или сами тогда но сами вот выгодить я не могу со мной ну не можете обращайтесь специалист то есть это абсолютно все решаемый вопрос и это действительно несложно при соблюдении вот тех условий которых я рассказал вот и вы как нормальный человек абсолютно не должны иметь эту историю в голове потому что вы не понимаете что является убедительным что не является убедительным что требует нам документального подтверждения что может обойтись без документального подтверждения вам скажем нас на слово и так далее то есть ну это это серьезная область и я не говорю про адвокатов которые говорят ну рассказывай что что там у тебя есть потом дальше записал на бумажку и отправил и она получилось или не получил такой адвокат как бы он такая работа денег не стоит никаких но то есть никто и бесплатно делать не хочет но вам нет смысла за нее платить потому что это не то что вам надо но должен быть человек который вас выслушает который сформулирует наводящие вопросы задаст и вот как-то все это дело кристаллизуется вот собственно вот собственно и все то есть хороший адвок специалист который этим занимается он безусловно зарабатывать отрабатывает свои деньги без вопросов так что смотрите наше видео и может быть к моменту когда мы сейчас это все записываем может быть уже автор вопроса посмотрел какое-то количество видео и плейлист посмотрел и так далее поскольку вопросу этому может быть месяца там два или три он какое-то время отлеживался у меня и когда спрашивают где вопросы задают веб-сайт залив . org залив . org и там есть место где задают вопросы вы найдете если захотите задать вопрос вот там там и задавайте счастливо и пусть все хорошо сложится в этой семьи и не только у этой конечно у всех остальных тоже